Опционально жаловаться онлайн на недоплаты медикам, работающим в красных зонах, еще не все, что предлагают власти с 1 декабря. В каждом конкретном случае теперь обещают проводить расследование. Напомним, сейчас все медработники должны получать выплаты за каждую ненормативную смену. Их размер в специальном постановлении правительства. Еще одно изменение в системе здравоохранения – новый порядок оформления больничных. Теперь будет единый электронный лист нетрудоспособности. Причем открылась возможность оформлять его сразу на нескольких детей. Родители малышей до 7 лет в случае закрытия на карантин детского сада теперь смогут получить больничный по уходу за ними. Важное уточнение – врач или фельдшер теперь не смогут выписывать или продлевать больничный лист единолично. Это должна будет делать врачебная комиссия. С 1 декабря изменились тарифы на электроэнергию. Специальным приказом Федеральной антимонопольной службы регулировка, впрочем, ждет не какие-то конкретные суммы, а максимальные уровни их роста. Тарифы вырастут примерно на 5% в зависимости от кухонной плиты, газовая или электрическая, и от расхода энергии в течение суток. А это уже новость для автолюбителей. С 3 декабря в России начинают действовать новые требования к водительскому удостоверению, свидетельству о регистрации транспортного средства и форме ПТС. Теперь в верхней части лицевой стороны удостоверения появятся надписи на трех языках – русском, английском и французском. А в свидетельстве о регистрации транспортного средства теперь будут указывать данные о мощности его двигателя. Уже выданные ранее документы также действительны. Срок их обращения истекает не позднее 2025 года. Специальная маркировка теперь будет необходима для вывоза за рубеж даже временного музыкальных инструментов. Кроме того, на каждый из них необходимо оформить паспорт Минкультуры сроком на 10 лет.